Здравствуйте, здесь готовится программа, не грамотный человек, стихи не мои, но стихи хорошие. Иосиф Русский зимним вечером в Ялте. Сухое левантийское лицо, упрятанное оспинками в пачке, когда он ищет сигарету в пачке, на безымянном тусклое кольцо, внезапно преломляет 200 ватт. И мой хрусталик вспышки не выносит, я жмурюсь, и тогда он произносит, глотая дым при этом. Виноват? Инварь в Крыму. На Черноморский брег зима ложится как бы для забавы, не в состоянии удержаться снег на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации, дымят ихтиозавры грязные на рейде, и прелых лавров слышен аромат. Налить вам этой мерзости? Налейте. Итак, улыбка, сумерки, графин, вдали буфетчик стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин, вокруг хамсой заполненной филюги, квадрат окна, в горшках жортофиоль, снежинки, проносящиеся мимо. Остановись, мгновенье, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима. Осип Мандельштам, Кассандра. Я не искал цветущее мгновенье твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз. Но в декабре торжественное бденье воспоминанье мучит нас и в декабре семнадцатого года. Все потеряли мы, любя. Один ограблен волею народа, другой ограбил сам себя. Когда-нибудь в столице Шалой, на скипском празднике, на берегу Невы, При звуках омерзительного бала сорвут платок с прекрасной головы. Но если это жизнь, необходимость бреда, И корабельный лес, высокие дома, Я б полюбил тебя, безрубкая победа и зачумленная зима. На площади с броневиками я вижу человека, Он волков горящими пугает головнями. Свобода, равенство, закон, больная, тихая Кассандра. Я не могу теперь. Зачем? Светило солнце Александра. Сто лет тому назад светило всем. И последнее. Михаил Светлов. Потоп. Джен, дорогая, ты хмуришь свой крохотный лоб. Ты задумалась, Джен, не о нашем ли грустном побеге? Говорят, приближается новый потоп. Нам пора позаботиться о ковчеге. Видишь, мир заливает водой и огнем. Приближается ночь, неизвестностью черной пугая. Вот он, но и в ковчег. Войдем, отдохнем, поплывем, дорогая. Нет ни рек, ни озер. Вся земля, как сплошной океан. И над ним небеса, как распятие и как расплата. Все безмолвно вокруг только глухо стучит барабан. И орудия бьют с укрепленного арарата. Нас не пустят туда. Там для избранных крепость и дом. Но и эту твердыню десница времен поразила. Кто-то бросился вниз. Видишь, Джен, это новый садом. Покидают пророки финансовой буржуазии. Детские трупы качая синеет на черной волне. Это маленький Лимберг, плывущий путями под опа. Он с гудзона плывет. Он синеет на черной волне по затопленным картам. Америки и Европы мир встает перед нами пустыней. Огромной и голой. Никто не спасется, никто не спасет. Побежденный пространством, измученный голубь. Пулеметную ленту, зажатую в клюве, несет. Сорок раз. Сорок дней и ночей. Сорок лет. Сорок лет не исполнилось, Джен. Сорок лет я старею. Ни хлеба, ни славы. Чем, скажи мне, помог юридический факультет? Чем поможет закон безработному доктору права? Хоть бы новый потоп затопил этот мир в самом деле. Но холодный Нью-Йорк поднимает свои этажи. Где мы денег достанем на следующей неделе? Чем это кончится, Джен? Дорогая, скажи. Спасибо.